Всем привет! Как и обещал, снимаю вам видео о нашем страховом случае, которое мы испытали на своем личном опыте. Но перед тем, как начать, хочу поделиться с вами немного статистикой. Опрос, который я проводил в предыдущем нашем видео, участвовало более 100 человек. И это очень-очень приятно в том, что вы активничаете, в том, что вы помогаете продвигать наш канал. За это вам огромнейший респект, ребята, огромное спасибо. Вы самые крутые у меня подписчики и зрители, конечно же, тоже. С чего все началось? Началось все с того, что как-то раз мы стояли на работе с чехами, общались о здраводке. Кто не знает, как выглядит здраводка, это вот такая вот карточка зелененькая, у кого-то она может быть синяя. И общались мы о том, что она дает, какие преимущества, какие-то бонусы, потому что мы ни разу и не пользовались за наши почти два года в Чехии. То есть не знаем, что это, как это и так дальше. То есть, конечно, у кого-то, может быть, был опыт и знает уже все эти нюансы. Мы не знали этих нюансов. Так вот, нам рассказали, что по этой карточке любой работающий чех, иностранец, короче, тот человек, у которого есть эта карточка, имеет право на бесплатного врача. Это раз. Врач – это обводный лекарь, это либо заводской доктор, то есть, грубо говоря, терапевт, к которому вы обращаетесь по всем вопросам, и дальше он уже направляет вас на и осмотры, и другие вещи. Второе – это зубной врач. То есть у каждого должен быть зубной врач. И для девочек третий врач – это идет гинеколог. Вот. Так вот, мы это все узнали, и стало очень интересно. То есть, можно обращаться спокойно с этой карточкой бесплатно к зубному врачу. Конечно, это еще вопрос его нужно найти, но это сейчас попозже расскажу. Вот. И вам бесплатно все это будут осматривать, то есть, осмотры все полностью бесплатно. Два раза в год по этой карточке без проблем можно делать. Вот. Потому что оплачиваем все эти мыдания, все эти налоги, все эти здравотные деньги. Поэтому можно пользоваться, чуть не пользоваться. Ну вот, мы решили это все заблазать. Соответственно, сразу же решили зарегистрироваться и сделать регистрацию для нашего ребенка. У ребенка нашего, кто смотрел наше предыдущее видео, та же ВЗП, только ПВЗП, она беленькая карточка. Это коммерческая страховка, которая делалась по воссоединению семьи. Ну, конечно, регистрация была совсем непростая, потому что пришлось поискать реально этих врачей. Здесь с этим реальная проблема, очень большая, скажу вам так. В нашем городе мы не нашли врача. То есть, нам пришлось находить врача в другом соседнем городе, ехать около часа к этому врачу. Обзвонили, там большой реальный список. Дали нам почти больше 10 врачей точно обзвонил. Вот везде все занято. И на месяц, и на два, и на три. И не могут своих обслужить клиентов. Поэтому нашел, наконец-то, врача. Дозвонился. Назначили нам дату за месяц вперед. Ну, и мы ждали эту дату. Сказали этому врачу, что мы будем всей семьей. То есть, мама, папа плюс ребенок. Она уточнила, какие у нас виды страховок. То есть, объяснили, что у нас есть ВЗП. У нее есть свой код, называется 3 единицы. И есть ПВЗП, то есть, детская. У нее код, там, 3 тройки, вроде бы, если не ошибаюсь. То есть, ну, это не важно, в принципе. У кого какая страховка, там уже свои кода есть. Вот. То есть, мы им рассказали, что у нас какие страховки. И они записали, хорошо, приезжайте. По нашей здраводке вопросов вообще никаких. То есть, ничего, никого писать не надо, звонить не надо. Но по детской, и это, опять же, касается тех людей, которые живут здесь в Чехии, и по воссоединению семьи, кто имеет коммерческую страховку, обязательно, в первую очередь, нужно звонить, либо писать на ассистенчную службу. То есть, это обязательное условие для того, чтобы вам потом компенсировали все ваши затраты. Есть на карточке, там, есть телефончики, есть имейлы. Все это здесь расписано. Конечно, еще спасибо большое нашему страховому брокеру Александру Литвиненко, который нам подсказал тоже, что нужно делать еще заранее. И, кто не видел это видео, посмотрите вот здесь, пожалуйста, где мы рассказывали о всех этих нюансах, подводных камнях и так далее. Я написал письмо на страховую, где указал данные ребенка, указал номер страхового договора, то есть, это все указано вот с этой карточки, номер паспорта, там, фамилия, имя, дата окончания, дата начала страховки и все такие данные. И указал данные врача, у которого мы будем обслуживаться, чтобы они проверили, попадаем мы в список этих врачей или не попадаем. И вот я получил буквально через пару дней письмо. Сейчас я прочитаю вам, что мне они ответили. Добрый день, мы проверили клинику, которую вы указали. Она не является договорной. При посещении врача вам необходимо будет рассчитаться за прием, взять у него подтверждение об оплате, то есть чек, а также медицинское заключение и отправить его в страховую. Однако, просим вас иметь в виду, что страховая компания покрывает стоматологические расходы в следующих случаях. Оказание неотложной стоматологической помощи до лимита 5000 крон, то есть, это есть, не дай бог, там, срочное удаление какое-то, пломба и так дальше, то есть, максимальная сумма по ПВЗП 5000 крон. Другие страховки там имеют свои суммы. Либо профилактический осмотр раз в год, что у нас, в принципе, и было. То есть, профилактический осмотр раз в год. Если вы будете обращаться к стоматологу по одному из вышеуказанных поводов, то вы можете подать заявку на получение компенсации. Ниже отправляем инструкцию. Ну и в инструкции там указано, что, где, как, какая очередность, что нужно взять, что нужно сделать и что нужно отправить. Также они прислали специальный файл, в котором это все заполняется, в PDF-файл. Ну, наступила наша дата. Мы приехали к врачу. То есть, нас посмотрели, взяли эти карточки, наши эти здравоотки, записали там все данные, получили регистрационные листы. То есть, вообще ничего не платили абсолютно. За осмотр ребенка мы заплатили 500 крон. То есть, есть в некоторых случаях и 1000 крон. Там это уже зависит все от зубного врача. Дальше нам дали специальный бланк подтверждения об оплате, а также медицинское заключение, которое мы должны были отправить страховую. То есть, мы ничего вообще не говорили, что где нам нужно. То есть, они сами все знают, сами все сделали. По приезду домой я заполнил все эти данные, отправил эти все документы, отфотографировал их и отправил на эту страховую компанию. Ну и стали ждать. Я почитал, что они приняли мое заявление, почитал, что они могут это рассматривать все около трех месяцев. Не стали мы так быстро ожидать, когда нам пришлют эти деньги. Но в итоге получили мы деньги через 10 дней. То есть, просто молча прислали эти 500 крон, написано по Иштовне ПВЗП, то есть, без всяких проблем. И был еще один нюанс, то, что я заполнил неправильно даты срока окончания и начала страховки. Просто Ctrl-C, Ctrl-V там клацал, в итоге наклацал. Но самое главное и самое важное, это то, что нужно указать правильно номер страхового договора. То есть, такой вот большой, жирный, выделенный этот номер. Вот это его самое важное указать. Они на даты ничего не смотрят. То есть, они вводят его и сразу видят, подтягиваются там все данные. Так что, такой вот, ребят, у нас был опыт по страховому случаю. Это называется все-таки страховым случаем. А я вам хочу напомнить, что у нас есть договоренность с нашим страховым брокером Александром Литвиненко, что все подписчики канала Морозлайв, которые будут обращаться по вот этим контактам, которые видите сейчас на экране, также эти контакты оставляю под видео в описании, можете звонить, можете писать, получаете максимальную скидку по промокоду Морозлайв. Также прошу всех поделиться своими историями, у кого уже был опыт со страховыми компаниями, у кого как проходило и в какие сроки. Все это можете писать в своих комментариях под видео. У меня на этом все. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.